Всем привет! На этот раз я подумал сделать что-нибудь чуть более интересное в плане токарной и долбежной работы, но в остальном, скорее всего, наоборот, чуть более скучное. Нашел пару чертежей и деталей. Этот выглядит более удачным. Самое интересное в этой детали вот эта шестерня. Шестерня не с внешним, а с внутренним зубом. Ну а в остальном, в принципе, ничего сложного тут нет. Материал 40Х и это у нас муфта главного привода станка ИШ. Эту муфту часто утаскивают вместе с двигателем, который также часто снимает со станков, так как она плотно сидит на волу двигателя, плюс еще фиксируется установочным винтом, который находится вот здесь. Ну и, соответственно, будущим владельцам этих станков обеспечивается такой вот нонсенс, когда нужно поставить двигатель, а муфты нет. Находил в продаже подобную муфту, новую, где-то в Ижевске. Просили за нее в районе 5000 рублей. Ну, для сравнения скажу, что сам двигатель на 2,2 кВт я купил также за 5000 рублей. Деталь будет почти полностью выполнена по чертежу, кроме посадки самого двигателя. Так как двигатель я выбрал на 2,2 кВт, диаметр вала у него не 28, а 24 мм. Ну и, соответственно, скорее всего, другой размер шпонки. Но это уже мелочи. Ну и впоследствии в любой момент эту муфту можно расточить до номинала 28 мм. Если вдруг мне захочется вернуть стандартный 3-киловаттный двигатель. Конечно же, к изготовлению такой детали я готовился заранее. И заранее прикупил вот такой кругляк длиной 300 мм и диаметром 60 мм. Получается, что снять мне нужно будет со стороны всего 2,5 мм. План у меня простой. Зацентровался, зажал, буду резать. Потом эту заготовку уже использовать. Решил сразу же подготовить базу. Для того, чтобы потом зажаться кулачками. Практически в самом конце резец все-таки не выдержал. Пластинка отлетела целиком. Не было ни закусывания, ни удара. Просто отлетела пластинка. Я думаю, основная проблема в том, что я сделал резец слишком тонким. Поэтому пластина уже и не выдержал. Площадь пайки осталась совсем маленькой. Можно сделать ее толще, но тогда нужен более упругий резец. Более упругое основание. Так как даже с такой шириной на вот этом основании не хватает прижима. Поэтому, собственно, он и пищал. Для того, чтобы писк прекратился, приходится снижать обороты и значительно придавливать резец поперечкой. Все, никак не могу найти нормальные полотна для ножовки. Видите, какой он в конфигурации. Продолжение следует... 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 В общем, сделал вот такую шестеренку пробную, для того, чтобы потренироваться. Так как точных размеров у меня нет, поэтому решил сделать хотя бы что-то, чтобы можно было сверить, сравнить и так далее. Шестерня на 28 зубьев. Такого делительного диска в комплекте с этой головкой нет, точнее поворотным столом. Поэтому использовал свой, когда-то сделанный самодельный. Ну а в этой замученной баночке с кисточкой керосин в виде сош. Теперь хотя бы будет представление, что примерно вот такая шестеренка должна будет войти во внутреннюю. Именно вот в этой детали. Вроде бы все просто, но не совсем. Резец с первого раза не припаялся. Я специально провожу небольшие краш-тесты, для того, чтобы сразу убедиться, хорошо припаялась пластина или нет. Вот это вот не отвалилось сразу. Ну и впоследствии выдержало заточку и само долбление. Как назло, для того, чтобы затачивать резец, не было ни одной шестеренки с модулем полтора. Есть модуль 1. Есть модуль 1.25, как на ТВшке. Есть модуль 1.75, как на одной из шестерен гитары Ижа. А вот полтора, ну нигде не было. Поэтому пришлось сделать такую шестеренку. В том числе, для того, чтобы был хоть какой-то шаблон для последующей заточки моего резца. Чтобы хоть как-то проверить размеры шестеренки, которые установлены внутри коробки, без разборки коробки. Ну, так как, если я начну разбирать ради этой шестеренки коробку, я-то себя знаю. В итоге, вся эта коробка полностью разложится по помещению и будет перебираться каждая шестеренка. А времени на это нет, поэтому решил уж совсем не лезть в эту коробку. Ну, в общем, полученную шестеренку залил в гипс. Сейчас остается только выбить, пока гипс полностью не сформировался, не засох. Ну и потом я получу возможность сравнить размеры вот этой шестерни с той, которая установлена внутри коробки. Работать с гипсом мне уже не впервой. Поэтому, в принципе, о том, что результат будет неплохой, я знал заранее. Гипсом мне уже не сформировался. Заправил вот такой резец из уже используемого мной ранее прутка. Занятие это непростое, долгое, муторное, но думаю, того стоит. Уже установлен поворотный стол. Осталось только откататься и начать процесс долбления. Как и рассчитывал заранее, по высоте все сходится впритык. Повезло то, что деталь частично вошла в патрон. В патроне тоже проходное отверстие 55 мм. А здесь по чертежу 55 мм минус 1,5 десятки. С внутренней части отверстий всяческий облой. Патрон каленый, напильником не берется. Поэтому не стал долго мучиться. Вдобавок я оставлял небольшой поясок на детали увеличенного диаметра. Не скажу, что специально, просто так получилось. И в итоге этот поясок как раз уперся в кочки. То есть деталь в принципе защищена от того, чтобы ее вдавило внутрь. Очень долго пытался откататься, но результат лучше чем 2,3 сотки так и не получен. Думаю, с учетом того, что это все-таки НГФ и долбление, 2,3 сотки тут будет плюс-минус нормально. Откатываться пришлось из-за того, что деталь частично входит в патрон и зазор там менее десятки не патроном. Откатывался путем ослабления крепежа патрона 4 болтов и смещением самого патрона. Поэтому это было очень увлекательным занятием. Внутренний индикатор показывает отклонение не более 1,5-2 соток. Внешний побольше. Ну, видимо, сказывается обработка на ТВ-шке. Хоть внутренний и наружный диаметр точились за одну установку, но, видимо, чуть-чуть отличаются. Сейчас процесс пошел. Совершенно не уверен в том, что резца хватит надолго. Продолжение следует... 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 Начал прерабатываться и ослаб клин. В итоге выяснилось, что именно ослаб клин. Ну вот вам и карбит вольфрама. НГФ его ушатал буквально за 5 зубьев. Так что надежды на то, что с одной или двух заточек удастся изготовить все зубья, увы. В общем дело идет. На данный момент примерно половину зубьев я прошел, но резец постоянно скалывает. Скалывает его по естественным причинам, так как есть небольшой отгиб патрона. И если переборщить с нагрузкой, то на обратном ходе этот патрон тоже давит на резец. Естественно, если возникает давление на обратном ходу, резец начинает откалывать. Примерно за половину зубьев я его снимал уже раз 5. В любом случае потом придется будет делать еще и чистовой проход, поправлять. Отгибает все, потому что поперечный клин сейчас уже в принципе полностью затянут, но при этом есть свободный ход. Так что видимо у меня там клин либо заметно износился, либо не хватает его толщины. Второй вариант наиболее вероятный. По идее надо бы конечно разобрать поперечку, но я же сразу захочу шабрить, дорабатывать и так далее и тому подобное. А деталь нужно делать уже сейчас. Поэтому мучаемся дальше. Как только начинает заметно сильнее отгибать деталь, значит явно резец либо скололся, либо затупился, как в данном случае. Шел уже четвертый проход. Но правда в этом проходе я сбиваю вершинки, так как появился наклеп, плюс внешний диаметр. Все-таки нужно чуть-чуть увеличить. В данный момент шестерня уже почти вставляется, ну та, которая является моим калибром. Но ей буквально немного не хватает. Причем фактически по всем параметрам. Поэтому приходится с таким большим количеством проходов постепенно подгонять. Причем фактически по всем параметрам. На деле оказалось очень удобным использование вот такого алюминиевого калибра, так как каждый раз, когда шестеренка во что-то упирается, на ней остаются следы. И в принципе поэтому, и я бы даже сказал только поэтому, удается определить, что именно мешает. Суть-то здесь довольно простая. Сделать резец похожим на фрезу. Точно. До десяток. А лучше и соток. Где-то что-то все равно идет не так, не по форме. Вот это впоследствии, так сказать, копируется при проходе на каждый зуб и оказывает общее влияние на установку шестеренки. Ну а моя задача сделать так, чтобы эта шестеренка все-таки вставлялась. Причем без какого-либо натяга. Так как деталь, по идее, должна колиться. И возможно какие-то микросмещения. Поэтому нужно все сделать с запасом. Но при этом значительно не просадить. По соотношению размера деталей и затраченного времени, это пока у меня безусловный лидер. Шестерня входит с некоторым запасом. И теперь пока не забыл, можно сразу обозначить косяки. Ну и нюансы тоже. Основной нюанс в том, что обязательно должна присутствовать нестираемая метка нулевого положения ну и нулевого зуба. Чтобы не путаться. При каждом проходе съем был такой, что заметить на глаз разницу по зубьям практически невозможно. Основной косяк был сделан заранее. То, что я не рассчитал глубину канавки для выхода инструмента. И инструмент у меня соответственно то и дело долбился в металл. Последние заточки у меня держались весь проход без проблем. А поначалу через несколько зубьев обламывал края или сам резец. Ну и еще один косяк я заметил лишь в конце, когда уже сделал практически пару лишних проходов. Только тогда обратил внимание. Затачивал резец я вот по этой шестеренке сделанной заранее и как бы особо-то не задумывался. Но под конец когда я сделал с запасом глубину зуба а шестерня в итоге все никак не вставлялась я понял, что дело в ширине зуба. И тут до меня дошло что затачивать то нужно было вставляя резец не так а он должен иметь форму зуба соответственно совпадать он должен вот так. И в этом ключевая разница. Последний проход я делал чисто расширяя и в итоге шестеренка у меня начала туда просто так залетать. Ну по крайней мере эта шестеренка как будет с той которая установлена в коробке как вы понимаете определить можно будет только лишь померив саму деталь. в коробке Получилось Решил избавиться от всего вот этого пирога Который стоял снизу и снижал жесткость А это поворотный стол и патрон Закрепил деталь прямо на столе станка Ну на УСП плите Который установлен на столе То есть даже без поворотного стола Здесь уже складывается некий пирог И примерно вот так выглядит Тестовый проход перед самим долблением То есть уже после выставления Проверка как все работает Самая низшая скорость на коробке передач 18 Гц на частотнике В случае чего, если где-то что-то я не предусмотрел Головка просто упрется И двигатель остановится Ничего страшного не произойдет Ну вот теперь уже можно добавлять обороты И выполнять долбление Каждый раз хочу попробовать долбить С противоположной стороны Чтобы было видно глубину паза Но каждый раз успешно об этом забываю Ну а в данный момент имеем вот такую канавку Которую остается лишь расширить Длина этой канавки в районе 52 мм Длина этой канавки в районе 50 мм Эти метчики довольно качественные. Сломать их очень трудно, они выдерживают большую нагрузку, но несколько штук я уже все же сломал. И что самое интересное, происходит это обычно именно на выкручивании. Они очень не любят выкручиваться обратно, когда стружка вот такая мелкая и попадает в резьбу. Именно в этот момент часто клинят и ломаются, поэтому выкручивать их нужно аккуратно. Что ж, я вынужден констатировать, что на данном этапе деталь полностью завершена. Везде есть какие-то мелкие косяки, недочеты. Вот даже форма зуба получилась неровная. И она транслировалась на все зубы. Ну, как бы заточка производилась моими дрожащими руками. Так что, что есть, обнижение в принципе можно было бы не делать. Хода мне хватило, но я его сделал и сделал, как обычно, недостаточно. Видите, в конце шпоночная канавка коснулась и обнижения. Но дальше диаметр значительно больше, поэтому ничего страшного не произошло. Самый большой косяк здесь в том, что длина зубьев получилась на 2 мм короче, чем по чертежу. Так как я умудрился испортить вот там внутри канавку, сделать ее слишком широкой. Поэтому теперь нужно обязательно примерить положение вот этой муфты на шестерне. И не допустить того, чтобы шестерня вставлялась только краем. А она вставляется именно так. По этой причине я уже снял с обратной стороны 1 мм. На 1 мм короче, чем по чертежу деталь. Но чувствую, что снимать придется будет еще. Далее следует, по идее, только закалка. Причем, согласно чертежей, это должна быть ТВЧ. Ну, понятное дело, у меня ТВЧ нет. Буду экспериментировать с печкой. Калить только зону шестерни. В случае необходимости можно будет снимать с торца металл. Без проблем, по крайней мере. Закаленный металл тоже можно снимать, но значительно сложнее. Также не совсем ровный резец стоял в полночной канавке. Тоже получилось со скосом. Хоть и попал я в десятку. Ну, это моя первая, более-менее серьезная деталь, выполненная по чертежам. Думаю, первый блин все равно должен быть комом. Как ни крути. Немного доработал мои клещи. Наварил сюда пластинки по-быстрому, чтобы можно было захватывать маленькие детали. Но не изготавливать при этом еще одни. Также, чтобы ими же можно было ухватить мою текущую большую деталь, так как она проваливается свободно, то на саму деталь прилепил еще одну такую деталь. Из подручных материалов выточил шпильку, гайку, чтобы не жалко было нагревать. Ну и все это теперь будет держаться вот так. А здесь довольно важно просчитать каждый ход наперед, чтобы потом не угробить весь процесс из-за какой-то мелочи. Но особенно, когда делаешь это первый раз, когда процесс не налажен. Смотрите. – Если я не сделаю, то вы так и seen. – Вот так и он. – Нажимаем. – Ага. – Ага. – Ага. – Ага. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продержал в печке 40 минут при температуре 500 градусов. Около трех дней в свободное время пытался найти режимы отпуска стали 40Х. Кто-то ссылается на ГОСТы, кто-то ссылается на собственный опыт. Но единого однозначного мнения найти так и не удалось. Единственное, что узнал, что крайне не рекомендуется остужать 40Х на воздухе и очень рискованно делать для нее так называемый низкий отпуск при маленькой температуре и держать в печке долгое время. Поэтому решил в очередной раз на свой страх и риск поэкспериментировать. Сделал так называемый высокий, хотя быть может даже средний, отпуск при температуре 500 градусов. И выдержка составила 40 минут. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Конечно же, мне интересно было замерить, какое итоговое биение получилось на муфте. 6 соток. Много это или мало? Не знаю. Мне кажется, для данного соединения вполне нормально. Продолжение следует...